Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне, телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александр Хайрулина, программа «Лучшее в стране» и, вы знаете, здесь всегда только лучшие из лучших. И этот человек, он не мог не стать героем нашей программы, ну никак. Извините уж, всё по праву. Я очень рада представить, у нас сегодня в гостях часовщик, изобретатель, инженер-конструктор, основатель, руководитель одноимённой российской мануфактуры, производящей механические часы со сложной компликацией. Президент Международной часовой академии Константин Чайкин. Константин, добрый день. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам. Очень интересная беседа, надеюсь, ожидает и наших зрителей, и слушателей, разумеется. Ну и меня не скрою тоже. Во-первых, хочу поздравить вас с 15-летием. У вас события в этом году. Огромное спасибо. Да, действительно, 15 лет. Да, как раз ведь именно. Ровно 15 лет тому назад вы приступили к изобретению своих первых часов. К собиранию, наверное, да, правильно бы сказать? Ну, даже я бы сказал, к изготовлению. К изготовлению. Изобретения, они начались позже, вот, а первые часы я начал свои собственные, собственным механизмом делать в 2003 году. Собственными руками. Будучи радиотехником по образованию, а служащим человеком в армии, и до этого занимавшись продажей часов и антиквариатом, и тут вдруг решили собственными руками сесть в мастерской. Попробуют сделать сложные часы. Ну, поскольку в 2003 году как бы и ситуация была в стране такая, и до этого уже было три года знаком с часами, поскольку занимался и изучением, и коллекционированием, и опять же, там, занимался предпринимательской деятельностью, связанной с продажей часов. Я подумал, почему бы не создать в стране, там, сложный часовой механизм. Вот, и начал с часового усложнения, которое называется турбион, да, это устройство, которое снижает влияние гравитации на точность хода часов. И попробовал, да, разработать и сконструировать, и изготовить детали для этого сложного механизма. Ну, и, соответственно, спустя шесть месяцев кропотливого труда, турбион заработал, часы были сделаны. Это были настольные часы тогда? Тогда были настольные, да. То есть для, скажем, начнем с большого, потом закончим малом, да. Да, потом, да. Или наоборот. Меньше и дороже, 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 что-то сложнее. Вот это та самая история, мы не ищем легких путей, ведь деньги можно было зарабатывать и дальше, продажи, антиквариатом. Ну, я могу сказать, что первый год, да, вот то, что я создавал, оно и не продавалось, да, и это было некое, скажем, те вещи, которые пока складывались в стол. И, естественно... А как же друзья, знакомые, которые можно дарить на праздники? Вы же могли таким образом успешно продвигать себя? Нет, вне сомнения, но просто создание сложных часов и создание сложных часовых механизмов — это большая работа. То есть если мы, допустим, сравниваем разные аспекты творчества, то есть есть, допустим, художники, да, есть... А вы же хотели стать художником, даже собирались поступать. Да, была такая, да, фраза в моей биографии, но я, скажем, и до сих пор и рисую, да, опять же, там, все свои эскизы, которые новых, там, вещей, которые создаются, новых часов, которые создаются, они с моей головы переносятся на салфетку, да, и я, соответственно, рисую каждый эскиз новых часов. То есть никакого там художника вашего, коллеги, напарника нет? Который занимается дизайном. Ну, которому вы просто говорите, да, нужны новые часы, он вам нарисовал, принес, показал, и все сделали. Первичный дизайн, первичные рисунки, естественно, этот начинается только от меня, и потом уже по мере развития, то есть есть, конечно, конструктор, который занимается проектированием, но первые вещи, они приходят из головы. Ну, и поскольку, опять же, все, что мы создаем, это не только работа с внешним оформлением, да, то есть не только стрелки, не только корпус и циферблат, это сложный механизм, все сначала прорабатывается. Уникальный, при том? Уникальный, да, неповторимый, то есть то, что швейцарцы, а то, что швейцарцы не делают. Более 70 патентов у вас на сегодняшний день на изобретение в области часовой механики? Впервые в 2005 году, да, была подана заявка на изобретение, на сегодняшний день, то есть у меня более 70 патентов на изобретение, это самое большое количество в мире патентов у одного часового мастера, то есть, ну, это, на самом деле, большой багаж, и я уверен, что, то есть, за всю свою жизнь я, как бы, к сожалению, большому не смогу произвести то, что я придумал. Уже? А придумки-то приходят и приходят, я уверена, в вашу голову. И приходят, и приходят, несомнение, да. Слушайте, ну, это прекрасно, я думаю, что будет кому продолжить, мы об этом тоже с вами поговорим. Конечно. Я хочу спросить вот о чем. Был же на вашем жизненном пути такой часовщик, точнее, мастер, да, который ремонтировал просто часы, и вы хотели сначала к нему обратиться, чтобы он помог вам собрать эти часы? В Петербурге была такая история, то есть, я занимался коллекционированием, и он, по мере возможности, там, те часы, которые не работали, ремонтировал, и у него было какое-то оборудование, и, обратившись к нему 15 лет назад, вот, несколько месяцев. Прождали. Прождал, не получилось, и попробовал сделать сам. Ну, спасибо этому дяденьке, хочется сказать. Теперь, я не думаю, не только вы должны его благодарить, но и вся страна наша, но и поклонники часов Константина Чайги по всему миру, которых уже действительно предостаточно. Может быть, да, действительно, тогда вся история остановилась, но поскольку, скажем, первый опыт, да, блин, был неудачный, пришлось сделать самому, это дало, как бы, не только толчок, не только силы определенно, а определенный выработался склад ума, характера, который позволил, действительно, все делать самому, и не только делать то, что делают другие за рубежом, а создавать что-то новое, это очень важный момент. Ваша же бабушка, по-моему, работала в часовой мастерской, но она принимала часы, да, то есть самим механизмом она не занималась, не работала, но, разумеется, какие-то знания у нее 100% в этой области были. Вы не общались на эту тему никогда? Ну, к сожалению, бабушка умерла в прошлом году, и, то есть я знаю, что она знала, как устроен часовой механизм, но, тем не менее, занималась только приемкой часов ремонта в самой известной в Петербурге часовой мастерской, которая находилась на Невском проспекте, дом 23. Потому что это очень интересно. Сколько часов в день вы собирали первые часы свои? Вы имеете в виду, сколько штук в день или часов? Сколько часов в день. А, потрачено было, да? По времени, да, сколько минут, сколько часов в день вы сидели вот за сборкой своих первых столь бьёдов? Мне повезло, да, то есть когда я начинал создание своих первых часов, то есть у меня была возможность получать доход, поскольку, опять же, то есть работа связанная, то есть... Ну, уже что-то налажено было. Был налаженный бизнес и было время, то есть поэтому там 4, 5, 6 часов мог целый день по 8-10 часов заниматься вот этой сложной работой. Это все дома происходило или уже была мастерская какая-то? Да, я на территории компании, где у нас был офис, то есть там находилась мастерская прямо там, и там, соответственно, уже закупалось, стояло какое-то оборудование, которое позволяло там производить какие-то детали. Ну, это же значит, что вы уже к тому моменту должны были знать все о рынке часов. Ну, опять же, я знал только часть, то есть за 3 года можно познать какую-то часть, познать какую-то информацию. Вот, я в тот момент, конечно, не был экспертом каким-то, но вот загорелся страстью сделать собственный часовой механизм, и вот это меня так завлекло, что, скажем, не остановившись на полпути, я довел это дело до конца. Потому что, опять же, создание часового механизма, это вот как, я, наверное, может быть, там неправильное сравнение, там, рождение какое-то. Очень правильно. Вот, потому что для тебя неживой какой-то предмет, да, он проходит там некую стадию, и заново тобой созданный он оживает, да, то есть часы начинают двигаться, что-то начинает работать, и вот в процессе того-то, после нескольких месяцев работы, увидев, что эта штука оживает, механизм начинает двигаться, и он показывает время, это позволило мне довести сам проект до конца, конечно. Ну, и, соответственно, видимо, там удовольствие от достижения какой-то цели меня заставило двигаться дальше, да, и создавать, и создавать что-то, придумывать новое, какие-то проекты в голове крутились. Ведь, по сути, у вас даже не было возможности к кому-то обратиться, я так понимаю, в нашей стране, да, но за советами, за консультациями, за обучением, кроме этих же мастеров, часовых. В тот момент часовых школ уже не было, ну, опять же, в советское время были и в Санкт-Петербурге, там, и в Москве училищи, которые занимались обучением часовых мастеров, но не тех, кто делает, не создает часы, а тех, кто хотя бы ремонтирует, но все равно какой-то большой багаж знания не дают. И в тот момент даже Ютуба, на самом деле, не было, в 2003 году. Тем более вы уникальным человеком являетесь. Вот, да, без помощи интернета. Не было видеороликов в тот момент, которые можно было посмотреть, и в которых написано, как там сделать определенную деталь. Сейчас они к великому удовольствию моих последователей есть, и можно, скажем, некоторые вещи делать проще. Конечно, да. Тогда, скажем, учитель главный, это опыт пробы, ошибки не получалось, там, пробовал заново, вот, ну, и, соответственно, какая-то старая советская литература помогала. Ну, я думаю, что ее крайне немного было. Ну, на самом деле, у меня сейчас большая библиотека. Все-таки много, да? Которая там собрана уже, опять же, за много лет, но в Советском Союзе очень, во-первых, наша индустрия, именно часовая индустрия тогда не просто родилась, она стала, была на втором месте после Швейцарии по объему и качеству создаваемых часов. И, если мы помним, в СССР к концу 80-х годов было 19 часовых заводов, которые создавали собственные часы и собственные механизмы. То есть это огромное количество, огромная индустрия, которая обеспечивала нашу большую страну. А началось все с 1917 года, да, если я не ошибаюсь, примерно? Ну, само часовое производство начало появляться в 1930 году, первый московский часовой завод. Именно в Москве часовые заводы начали появляться, потом они распространились по всей России, появились и в Ленинграде, и в Пензе, и в Чистополе, и в других городах. Но начиналось все в 1930 году в Москве. Ну, и как-то в 80-х все... Достигло пика, а потом... Да, а потом уже, к сожалению, в связи с перестройкой, с той ситуацией в 90-х годах, которая сложилась в стране, и, к сожалению, не только часовая промышленность, да, отправилась вот туда, куда она есть сейчас, но и, соответственно, есть много других отраслей и сфер, и автомобильная промышленность и прочее, вы сами знаете, которые находятся не на самом лучшем уровне сейчас. Потому что от многомиллионного производства, это там более 10 миллионов в советское время, часовая промышленность Советского Союза производила, сейчас, собственно, производство именно вот среди старых советских заводов, оставшихся, это Чистопольский в Татарстане, часовой завод, часовой завод «Ракета» в Петродворце, вот, они, конечно, во много, на несколько порядков меньше производят, чем это было в советское время. И, Константин, какое счастье, что появились вы, потому что с вашим появлением задрожали, заволновались и швейцарские производители часов и часовщики из других стран, потому что они теперь знают, что в России есть чудо-чудо-чудо-мануфактура. Мы продолжим беседу с нашим гостем, оставайтесь с нами, короткая пауза. Лучшее в стране Продолжается программа «Лучшее в стране». У нас сегодня, друзья, Константин Чайкин, часовщик, изобретатель, инженер-конструктор, основатель, руководитель одноименной российской мануфактуры и президент Международной часовой академии. Об академии мы, конечно, обязательно тоже поговорим, потому что это вообще впервые же россиянин возглавил Международную академию. Ну, сейчас ситуация, конечно, не только возглавил, я когда 10 лет назад стал кандидатом в член академии, тоже был единственным российским, и вот на протяжении 10 лет... Причем же там все было очень серьезно, извините, что перебиваю, уже подали заявку сначала, а потом вас пригласили, целая комиссия думала, достоин, недостоин, приняли. В течение 10 лет, сейчас 10 лет прошло, ну и до сих пор я остаюсь единственным членом, ну и вот сейчас выбранный президент. Выбранный президент. И под вами, члены, кто эти люди? Часовщики из разных стран? Это независимые часовые мастера, которые так же, как и я, создают сложные часовые механизмы и фактически являются лидерами в мире по созданию каких-то новых сложных идей, новых сложных механизмов. И фактически она объединяет как раз весь тот креатив часовой, который есть в мире. Вам, как президенту, я так понимаю, дается возможность быть в курсе как раз того, что происходит в часовом мире, да, именно благодаря в том числе этой академии. Ну и опять-таки все это обдумать и придумать что-то свое оригинальное. Чем вообще занимается эта академия? Какие функции у нее? Ну, ее функции первая базовая – это поддержка независимых часовых мастеров, потому что когда я начинал, допустим, 15 лет назад и 10 лет назад стал ее кандидатом, то есть были, опять же, сложности выхода на международный рынок. И опять же, поскольку если мастер работает один или у них какая-то небольшая компания, то достаточно сложно участвовать в международных выставках. То есть для этого нужно объединяться вместе, да, и с совместными усилиями решать различный спектр задач. То есть от, скажем, получения каких-то со скидками мест на лучших выставках мира, это рекламная поддержка, это, если необходимы какие-то финансовые вложения и так далее. То есть для этого нужно и лучше всегда объединиться и решать эти вопросы вместе. Понятно. Правильно я понимаю, что теперь только вы решаете, кого принять в Международную часовую академию, а кого нет? Ну, к счастью, нет. Вообще у нас там демократичная организация, поэтому не только я это решаю, это решают все члены. Путем голосования, обсуждения, в общем, все очень прозрачно, честно и никаких здесь не может быть подводных камней. Я очень хочу, чтобы мы с вами сейчас посмотрели видео. Включите нам, пожалуйста, видео. Это потрясающая работа. Рассказывайте лучше вы, Константин. Ну, данные часы являются самыми сложными часами, которые были созданы в России. Их механизм имеет более 2,5 тысячи деталей, а в корпусе, вот в этом сложном, который вдохновлен собором Василия Блаженова, тоже больше 2,5 тысячи деталей, то есть более 5 тысяч деталей в одних часах. Это не укладывается в голове обычного человека. Это действительно огромное количество, и эти часы получили высокую оценку, и имеют сертификат «Книга рекордов России», потому что имеют 26-часовые функции. Больше никто за всю историю российского часового дела и более сложных вещей не создавал. У них есть 4 изобретения, содержатся внутри именно моих собственных, и являются действительно памятником, я бы сказал, часового дела России. Как это красиво и гордо звучит. А какие именно изобретения, скажите нам, пожалуйста? Одно из самых сложных, только 300 деталей позволяет вычислять дату православной Пасхи, то есть каждый год они автоматически сами, механически вычисляют эту дату, ну и показывают ее на конкретный год. Это вот совершенно интересная вещь, которой ни одного аналога в мире по сложности механизма нет. То есть 300 деталей предназначены только для того, чтобы один раз в год стрелка показала там новую дату на следующий год. Опять же, есть такой необычный указатель, как аналемма. Это астрономическое понятие, когда, например, если фиксировать положение Солнца в одно и то же время в течение года, то есть оно выстраивает такую необычную траекторию в виде восьмерки и позволяет одновременно на этой фигуре видеть и склонение Солнца, и уравнение времени, ну и положение Солнца в течение года. То есть можно использовать как вечный календарь, ну и другие усложнения тоже. Ну и скажите, вызывает ли это интерес у клиентов? Ну, любые, опять же, мы не делаем масс-маркет, да, то есть у нас вещи недорогие, но и основной потребитель у нас это коллекционеры, которых в мире достаточно много, и им всегда новое, необычное. Вы можете заработать на ваших часах, Константин, перепродать их в разы, 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 что творится? У нас опять коротенькая пауза, но после которой мы обязательно продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Константин Чайкин. Друзья, у нас в гостях напомню, сегодня Константин Чайкин, президент Международной часовой академии, ну и изобретатель, инженер-конструктор, основатель, руководитель одноименной российской мануфактуры, производящий механические часы со сложнейшей компликацией. Вот до ухода на небольшую паузу мы с вами посмотрели ролик, и Константин нам рассказал про уникальнейшие часы, выпущенные в прошлом году, Московское пасхали. Я бы хотела немножечко поговорить о 2005-м годе, когда как раз появились ваши первые пасхальные часы, которые тоже указывали дату Пасхи, и именно тогда, ну, можно, наверное, так сказать, вам удалось привлечь внимание общественности, правда, то, что это было очень на тот момент уже... Необычная вещь, фактически, то есть, если что-то новое создается, оно бывает по-разному, да, то есть, есть изобретение, которое, ну, вот, немножко по-другому работает стрелка или что-то еще, это фактически новая функция, новая часовая функция, которой не было до этого, да, на всем протяжении, там, часового искусства и мастерства. Поэтому, естественно, это привлекло какую-то публику, какую-то часть, особенно в России, вызвало определенный интерес. Ну, и для меня лично это очень важно, потому что это было мое первое изобретение, и оно положило начало как бы всему... Понимание, да, что все не зря, что я на правильном пути, я на верном пути, нужно двигаться именно туда, именно так. Абсолютно верно, да. Через три года вышла новая модель в воскресенье, и уже эта модель оказалась у патриарха всей Руси. Да, совершенно верно. То есть, у нас заказал эти часы клиент, ну, и потом сделал подарок патриарху. Но мы обязательно должны с вами сказать, что в вашей коллекции не только часы для православных, да, скажем так, но и для мусульман, а также каким еще религиям? Часы с разнообразными иудейскими индикациями также есть, вот, ну, и, скажем, эта история может продолжаться, потому что был проект, который посвящен был большому количеству религий разнообразных, и там периодически... Так для этого нужно было вам ведь изучать все эти религии? Безусловно, для того, чтобы создать какую-то новую интересную концепцию, вот, опять же, там, в рамках религиозной, да, то есть требуется не только узнать математические или календарные какие-то величины, требуется погрузиться для того, чтобы понять, проникнуться не только религии, но и, соответственно, культуры определенных народов, чему, скажем, я посвящал огромное количество времени. Для того, чтобы потом перенести это и на механизм, и на элементы внешнего оформления, в несомнении. Потрясающе и уникально. Я хочу посмотреть, чтобы мы с вами посмотрели сейчас еще одни часы из вашей коллекции, но вас, конечно, попрошу рассказать о них. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, синема. Точно. Так и есть. Ну, это одни из наших тоже легендарных и знаменитых часов, которые были созданы в 2013 году, и на крупнейшей в мире и самой известной выставке в Базиле вошли в пятерку лучших часов, да. Это было пять лет назад, и тоже был большой прорыв, потому что про них написали все от New York Times, заканчивая там крупнейшими изданиями мира. Что писали, Константин? Вы же наверняка помните. Ну, опять же, сегодня, если мы говорим про часы, про наручные часы, это уже не предмет для измерения времени, да. То есть мы сейчас, большинство из нас, то есть либо может не носить часы, да, либо узнает время по мобильным телефонам. И сегодня это действительно аксессуар, основное назначение которого есть. Оно потихоньку атрофируется, утрачивается и приобретает новые формы. Мы, кстати, видим на экране вашу как раз мануфактуру, да, и вот фрагменты механизма. То есть как это работает. И это была действительно революционная вещь в свое время, потому что эти часы рассказывали определенную историю и явились первыми часами, которые показывают механическое кино и рассказывают про историю кино. И вот таких вот часов, которые действительно tell story, да, их очень-очень мало было. И сейчас вот опять же зарождается как бы последствие появления этих часов, там новое определенное направление, которое позволяет многим креативным художникам, часовщикам там создавать необычные вещи. — Эти часы должны быть интересны не только любителям кино, но еще и заводчикам коней, лошадей, конечно. И увлекающими скачками просто те, которые любят коней. Ну, правда, что это очень красиво, невероятно. — Но история кино, она связана с лошадьми, и поэтому все это объединено вместе в одном механизме, в одних часах. — Очень важным является, на мой взгляд, то, кстати, что... А, продолжение, да, как раз этой самой истории. — Как это работает, да. — Мы же обязательно должны с вами сказать про то, что абсолютно все в этих часах произведено в России. — Ну, это действительно правда. — Чаще всего. Или вообще все, всегда. — Ну, то, что касается синемат, там, фактически 100% часов сделано в России. И это огромный труд, потому что, то есть есть, скажем, много производителей, российских сегодняшних производителей, которые производят часы, используя не просто зарубежные комплектующие, а 95% сделанных за рубежом. — Конечно, конечно. — То, что делаем мы, это в основном 90% наших часов создаются в России. Комплектующие создаются в России. И маленькие шестеренки, и в некоторых случаях сапировые стекла, ремешки, это тоже делается в России. Ну, естественно, и детали внешнего оформления тоже. И это огромный труд, и даже если мы работаем с подрядчиками, российскими подрядчиками, вот в течение длительного времени, то есть мы их учим именно качеству, и за счет этого поднимаем качество не только свое, но и всех партнеров, которые работают вместе с нами, конечно. — У вас достаточно небольшой штат. — У нас небольшое количество сотрудников, но сейчас чуть больше, чем 10 человек, но тем не менее наша команда, она... — Кто эти люди? Молодые, среднего возраста, взрослые, русские, иностранцы? — В основном они, как бы все русские, все работают, все молодые, и... — И все ваши ученики? — И все пришли без какого-то специального образования, связанного с часами. То есть все, что... Все те знания, которые они получают, в основном они получают здесь у нас. Это сложный процесс, то есть для того, чтобы обучиться, допустим, прямой профессии, там, сборкой часов, то есть требуется несколько лет. Да, и в советское время для этого требовалось, там, от 4 до 6 лет для того, чтобы познать эту профессию. То есть это длительное время, но мы берем молодых ребят, мы их учим и передаем, как бы, эти вот специальные знания, которые там необходимы для того, чтобы выполнять вот эти сложные задачи, которые перед нами стоят. Потому что часовое производство — это всегда было, во-первых, двигателем многих направлений производства в мире. И сегодня, поскольку здесь очень высокие точности и очень, там, высокая сложность часов, то есть это микроны, да, единицы микрон, и сотни деталей, которые должны между собой собираться, поэтому производство — это сложнейшее, да, и требующее, там, огромного количества времени. Вот мы сейчас обсуждали, сколько времени требуется для того, чтобы создать там новый часовой механизм, и, конечно, это не месяц, там, не неделя, это год и годы, да, для того, чтобы сделать там какой-то сложный проект, который создает из большого количества деталей. И сразу даже, если ты используешь современные средства, используешь компьютеры, в любом случае сразу часы не начнут работать, то есть требуется время для доработок, для того, чтобы повысить качество, надежность. Вот над чем мы работаем, над этим мы работаем постоянно. Константин, вот на вашем сайте нахожусь сейчас, Константин, на defistchakin.com, и вижу, значит, здесь мануфактуры, коллекции и есть ателье. Ну, это одно из наших подразделений, которое занимается как раз вот вещами... Индивидуальными, эксклюзивными, совсем. Эксклюзивными вещами, несомнение, да. Вы же тоже занимаетесь этим? Есть, то есть, если проект, точнее, идея, которую к нам достаточно много людей приходит, да, то есть у нас есть там ателье, которое под одной из самых популярных моделей, да, сделать, мы можем сделать какой-то специальный внешний вид, внешнее оформление, гравировку, да, но это несложно. Ну, есть люди, которые приходят там, допустим, с какой-то идеей, вот если эта идея там интересна, и я как творческий человек, как художник смогу через себя это пронести, переварить, создать что-то новое, да, то есть мы за это беремся, и, ну, опять же, это всегда очень долго. Это годы, мы уже поняли, да, это действительно так. Я хочу, чтобы мы сейчас еще посмотрели видео и фотографии, ну, а Константин, попрошу, конечно, нам как раз рассказать еще про этот вид часов. Если я не ошибаюсь, это у нас будет Хэллоуин, как раз, ну, вот, как раз, да. Прекрасный светлый праздник. Наступая на пятки этому чудесному, да, событию в кавычках чудесному. Ну, а так второй год подряд, да, Константин, вы выпускаете часы уже? В прошлом году была создана модель. Ну что, прекрасная тыковка. Ну, тыковка, не просто передан внешний вид тыквы, который перенесен на цифербат, то есть там все элементы функциональные, и действительно был большой фурор в прошлом году, там, с этими часами, ну, и теперь, сделав там необычную модель в этом году, опять же, на эту тематику, я понял, что, ну, будет неплохо, как бы, чтобы в будущем, там, этот праздник ассоциировался, как бы, с нашим брендом, для того, чтобы, там, больше было внимания к России. То есть, к примеру, там, можно открыть вчерашний Forbes, да, вот появилась, опять же, статья, что очень здорово, опять же, для российского бренда, да, за счет каких-то необычных вещей появляться в ведущих мировых изданиях. Есть же еще уникальный Джокер часы. Ну, Джокер и... Это уже такая классика, наверное, да, своего рода. Самая популярная, я бы сказал, наша модель, и она, в принципе, да, тоже отвечает, там, моему творческому пути, туда, куда мы движемся. Это необычные часы. Как раз нам показывают сейчас на экранах. И их фишка в том, что, фактически, это, там, некая революция, новое направление часового дела, которое до сих пор никто не использовал. То есть, это некая эмоциональная, огромная эмоциональная вещь. То есть, если вы смотрите на часы синема, да, вот, которые вы показывали, для того, чтобы у людей возникну эмоции, они сказали, вау, да, им надо нажать на кнопку, чтобы побежала эта лошадка. В случае с Джокером на расстоянии, там, десятка метров, когда человек смотрит на твое запястье, он видит эти часы, и они вызывают эмоции. И это действительно, там, яркая эмоциональная вещь, которая не просто радует человек, который решил, там, посмотреть на время, узнать, там, сколько времени сейчас. Она заставляет, именно распространяет эти позитивные эмоции вокруг себя. И это, там, уникальный прецедент, которого не было. И появившись эти часы, там, чуть больше года назад, они вызвали невероятный ажиотаж. И сейчас у нас, там, спрос намного превышает предложение. То есть, у нас до конца следующего года полностью загружено производство. То есть, если какой-то человек захочет к вам сейчас обратиться, то он только через? Нет, у нас нет, уже, там, давно у нас нет никакого стока. Мы делаем только под заказ, и в ближайший год уже запланировано. То есть, полностью все, все предзаказы, как бы, уже приняты. Вот, ну и к нашему великому удовольствию, то есть, на вторичном рынке, это случается крайне редко, да, то есть, когда часы, там, коллекционеры или покупатели перепродают, они стоят не дешевле, а как минимум в два раза дороже, чем, там, они продавались на мануфактуре. Хотя он только вынес их из мануфактуры, условно говоря, за угол зашел, если припредел в мануфактуре. Еще в два раза ценник. Инвестиционные привлекательные часы, и это, в принципе, для России какой-то прецедент, что вещи, созданные в нашей стране, они настолько высоко ценятся за рубежом. Конечно, а правда, что вот именно Джокер самая популярная часа? Ну, поскольку их больше всего производится, они, ну, относительно демократичным, да, здесь в сегменте находятся, да, то есть, эти часы, которые еще можно купить, но на вторичном рынке, опять же, то есть, мы от мануфактуры их, то есть, они уже произведены, там, все лимитированные серии уже распроданы, можно заказать только как раз вот через ателье какой-то уникальный экземпляр с измененными цветами цифербата, но, опять же, заказы принимаются только на ноябрь, декабрь следующего года. Знаете ли вы об истории копий? У нас было два прецедента, да, они итальянцы, ну, и, естественно, и китайцы, вот, но, слава богу, там китайская правоохранительная система работает хорошо, то есть, отправив им письмо... Лавочку прикрыли быстро? Да, лавочку прикрыли. Как вы узнали об этом появлении? Ну, интернет и, скажем, куча... Везли в продажу за... Огромное количество знакомых. Это целых 99 евро, часы Константин Чакин, и вас это немножко удивило. Не, ну, я, когда вещь пользуется популярностью, это нормально, что ее начинают копировать. Причем по-разному, могут скопировать бренд. Конечно, это же признак популярности, да, разумеется. Но в руках не держали, да? Нет, уже не держали, да, есть даже покупатели в России. Ну, похоже, вот действительно копия, или сразу видно, что это ерунда? Ну, из Далеканарса, они 10 метров... Не отличишь, да, ни за что? Похоже, да. Слушайте, как интересно, да. Я хотела вот что спросить. Что касается новинок, Константин, что ожидать поклонникам ваших часов? Вы знаете, я разговаривал, вот в Сингапуре был на выставке, буквально неделю назад, разговаривал с коллекционером по поводу, ну, различных ценностей, которые там несут мастера, бренды. И он мне вот задал, рассказал мне про тот же самый вопрос, который обычно задают, что нам ждать там дальше. Да, 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 конечно. Вот. Очень любимый вопрос у всех ведущих журналистов. Он говорит, вот как вы можете так говорить, когда человек работал там несколько лет или работал год, он, наконец, сделал эту ценность, он вот только ее вам показал, а вы спрашиваете, что будет дальше. Вот, поэтому... Помалкивайте и копите деньги на часы. Ждите, ждите. Ждите, ждите. В следующем году, в конце. Опять же, там, через год. Можно же сказать, что вы уже приняли участие абсолютно во всех международных выставках часов? Ну, нет, не во всех. Есть еще, да? То есть мы не были там в Сиар в Америке, в бразильской выставке не были. То есть есть то количество выставок, где мы не участвуем, но, опять же, на крупнейших мы участвуем всегда. На Базиле каждый год, то есть уже 10 лет я участвовал в Базильской выставке в крупнейшем мире. Вот, ну и всегда приглашают, да. Ну, вопрос то, что в этом году было уже 6 выставок, это очень много. Да, ты успел. И для того, чтобы... То есть надо, помимо того, что участвовать в выставках, надо что-то еще там руками делать, производить, организовывать производство, придумывать что-то новое. И в этом году вот я не был в отпуске, и я вряд ли смогу к концу года как-то отдохнуть. Это все большая работа, большой труд. У нас есть видео, как раз часы Дракулы. Я очень хочу, чтобы мы посмотрели, и зрители наши тоже смогли оценить по достоинству. Вот такое чудо. Ну, там помимо того, что часы левый глаз, часы правой минуты указывают для послуны, они еще клыками, которые выходят, показывают наступление ночи. Это тоже уникальная функция, которая... В полночь, да? Кучки появляются. Да, 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 совершенно верно. Это очень интересно, правда. Константин, есть ли на сегодняшний день часовщики, которые вас по-настоящему удивляют или восхищают? Или, в общем-то, вы уже прекрасно понимаете, что вы обогнали всех? Ну, как бы я трезво оцениваюсь. Давайте трезво, да, то есть... Ну, нет, скромничать не надо, пожалуйста, я спрошу. Ну, там за 15 лет работы, и многие оценивают, как бы, путь, который пройден мной, и мануфактура за 15 лет, это огромный путь, и результат достигнут там феноменальный, да, потому что, ну, потому что вы сказали, и потому что я ощущаю, действительно, мы прошли огромный путь и достигли там больших успехов. Тем более, что там второй раз вошли в финал крупнейшего международного гран-при, фактически, часового «Оскара». И сегодня, именно сегодня, да, в Женеве, там, с 1 по 14 ноября, наши часы, можно увидеть музей искусства и истории в Женеве, они там находятся на экспозиции, и это действительно огромный успех для, там, небольшого российского бренда. Конечно. И принимая то, что фактически мы являемся лицом России, лицом нашей страны на международном рынке часов, это большая ответственность перед нами, и я понимаю, что все равно нельзя как бы останавливаться на этом, нужно как бы идти дальше и создавать что-то новое. Да. Оглядываясь вокруг, я вижу большое количество различных часовых компаний и понимаю, то есть есть вещи, с которыми не нужно конкурировать, то есть есть, например, такие бренды, известные, как там, Rolex или Паток Филипп, которые производят большое количество часов. Конечно. То есть, если мануфактура делает их 100 в год, то Rolex производит 600-700 тысяч часов в год, да, стоимость сравнимая с тем, что мы создаём. И там, ни при каких условиях, ближайшие, там, 10, там, 20-30 лет мы там не сможем, и я считаю, не должны идти по этому пути, потому что я человек творческий, и идти в массы, и, там, копировать то, что делают другие, это совершенно неправильно. Вот, но есть там вещь, которую я там лично чувствую, я иду другим путём, да, и стараюсь не оглядываться на швейцарские, там, первую швейцарскую мануфактуру, швейцарских часовщиков и создавать постоянно что-то новое, как бы находить какой-то свой необычный путь. И вот практика показывает, что это действительно помогает лучше всего и высоко оценивается, как бы, как Россия за рубежом, потому что то, что мы делаем, это не похоже ни на что другое, и это круто. Я предполагаю, наверняка вас приглашали какие-нибудь часовые крупные компании к себе на работу. Ну, приглашали в качестве, то есть приглашали и предлагали разные, начиная от домика в Швейцарии, заканчивая, там, швейцарским паспортом. Так, и хорошая зарплата, я думаю. Вне сомнения, вот, но, как бы, я счастлив работать в России, потому что в России, если честно, там, и объективно подходить, очень хорошие условия сейчас созданы для того, чтобы, в принципе, что-то производить. И мне кажется, что лучше, там, для меня вот в данной ситуации и для многих производителей в России, то есть ничего нет. И тем более, что если ты создаешь хороший продукт, если ты создаешь что-то лучшее, и это всегда оценивается высоко, как бы, как и в России, так и за рубежом. А у нас сейчас получается, что большая часть наших покупателей находится за рубежом, то есть настолько вот ценные, интересные вещи мы делаем. Это очень круто, как бы, как для страны, так и, собственно, для тех, кто создаёт. Спасибо вам за вашу позицию, Константин, за эти слова, правда, очень ценные. Прервёмся ненадолго и продолжим общаться с нашим гостем. Продолжается программа. Друзья, у нас сегодня в гостях Константин Чайкин, изобретатель, инженер-конструктор, основатель, руководитель одноимённой российской мануфактуры, производящей механические часы со сложной компликацией. Невероятно интересный разговор у нас складывается. Очень хочу, чтобы мы посмотрели ещё одно коротенькое видео. Это ещё одни часы из вашей коллекции. Расскажите, Константин, что это мы видим? Это пример не только из нашей коллекции, а это пример коллаборации, сотрудничества между Россией и Швейцарией. Это совместное творчество компании Константин Чайкин и Свен Дандерсон. Это сооснователь Международной часовой академии, где я сейчас являюсь президентом. И мы совместно впервые, опять же, в истории сделали часы, часовой механизм, где с фронтальной стороны лицо джокера, с обратной стороны подвижное лицо джокера, с обратной стороны автоматон. То есть это подвижные фигурки, которые включаются при нажатии на кнопку и показывают в данный момент игру, игру карточную. Это настолько завораживает. Я просто пытаюсь представить эти часы на своей руке и думаю, сколько можно времени привести. Вот эти часы, они сейчас как раз тоже в музее находятся, в Женеве. И вот те, кто находится в Швейцарии, могут приехать вживую их посмотреть. Да, разумеется, это нужно непременно сделать. У вас же ещё непременно остаётся время на преподавание. Да, передачу знаний. Передачу знаний. Ну, это отдельная история. Во-первых, при нашей мануфактуре работает первая московская часовая школа, которая занимается обучением, причём достаточно разноплановым, начиная от каких-то базовых вещей, знакомства с часовой механизмом, заканчивая более сложными вещами, такими как ремонт, в том числе и сложных часов, и даже изготовление каких-то деталей. Кроме того, подрастает молодое поколение, я сейчас говорю про своих детей, у меня их четверо. Четверо. Четверо, да. Какие вы молодцы. Я надеюсь, что, скажем, кто-то из них, если они захотят, смогут работать со мной и идти по, опять же, по этому непростому пути дальше вместе со мной. А те ученики, которых вы обучаете, это молодые люди, то есть это уже окончившие некое образование и решившие продолжить... Нет, полностью не имеющие никакого образования. Есть те, кто уже поработал, где-то ещё хочет повысить свою квалификацию, могут обратиться в первую московскую часовую школу и принять именно там обучение, получить. Что касается ваших деток, я так понимаю, что они маленькие, ещё раз говорите, что надеетесь. Самому младшему три, самому взрослому уже пятнадцать. Пятнадцать лет, но это же уже получается всё равно какое-то понимание небольшое хотя бы должно быть о выборе профессии. Ну, ещё находится, скажем, на развилке, не знает пока, там, старший сын, куда пойти. А вот средний сын и средняя дочь, можно сказать, да, вот они хотят... То есть им нравится то, что я делаю. То есть интерес всё-таки проявляется. Ну, они уже посидели за верстаком, они уже поразбирали часы, попробовали какие-то операции делать пока в рамках обучения. Вот, и я очень надеюсь, что это моя, опять же, задача, научить их и привить им вкус, интерес к часовому делу. Мне кажется, что так много часов в вашей жизни, ну, это понятно, потому он и успех, потому что вы любите своё дело. Делайте его искренне, вот уже на протяжении пятнадцати лет, вкладывая и душу, и сердце, и голову, и мысли, и, в общем, всё-всё-всё-всё-всё. На отпуск времени нет, сказал Константин Чайкин. Ну, к сожалению, вот странно, да, то есть такая парадигма, то есть часовщик, всё связано со временем, а времени ни на что не хватает. А времени ни на что нет, действительно. Ну, хоть что-то ещё, кроме часов, существует в вашей жизни? Ну, я очень рад, что у меня есть замечательная семья и дети, да, которым я стараюсь там уделять время, ну, по крайней мере, выходные, да, быть вместе с ними. И тоже большое счастье. Но вы же не часы забираете в выходные, вы же по-другому как-то проводите время? Ну, проводим время, да, проводим время с детьми, там, как-то отдыхаем. Вот, а предыдущие годы мне получалось найти время там на какой-то, на какие-то, на какой-то личный отдых, ну, вот я увлекаюсь альпинизмом, например. Вот, посмотрите, как интересно. Ну, вот в этом году вот не получилось, увы, слишком много работы. Но тянет? Конечно, в городе тянет, да. Это тоже определённое, то есть это огромный труд, вот, и он очень похож вот на то, что происходит. Потому что осторожность, медленно, неспешность, вот это вот всё, да? Я думаю, что это связано больше с достижением цели какой-то. То есть надо забраться на вершину. Покорить вершину. Да, надо сделать те часы, которые ты мечтал сделать, вот над чем ты работаешь, ты к этому идёшь долго-долго-долго. Конец пришёл, получил момент, там, пик восхищения, удовольствия. Вот так же с горами, то есть ты к этому долго идёшь, долго готовишься до, потом в процессе. И когда достигаешь вершины, это тоже огромный кайф. Замечательные слова, я думаю, на них мы и завершим программу с вами. Константин Чайкин у нас был сегодня в гостях. Я вас искренне благодарю. Я вам выражаю своё восхищение. Спасибо вам огромное. Гордость, прям берёт гордость за страну. В том числе и благодаря вам теперь, потому что я знаю, что весь мир знает бренд. А если кто-то не знает бренд Константин Чайкин, то он непременно в ближайшее время узнает. Пусть они будут самыми популярными по всему миру, но, разумеется, в нашей стране тоже. Россия прекрасная страна, да, в ней можно делать замечательные вещи, поэтому всем хорошего дня. Спасибо за приглашение. Редкий и уникальный гость, Константин. Спасибо, я вас благодарю. Программа «Лучшая страна». Спасибо всем за внимание.